Адольфа – смотритель зоопарка, который очень любит животных. Однажды богатая семья решила завести в качестве домашнего питомца маленького львёнка. Но мажоры понятия не имели, как с ним обращаться и чем кормить. К счастью, Адольфа узнал об этом и забрал голодного и очень ослабшего детёныша у богачей, после чего отвёз его в питомник для диких животных, где парень мог ухаживать за малышом и даже тренировать его. В тот момент львёнок был больше похож на крупного, беззащитного котёнка. Адольфа решил назвать малыша Киара, как героиню мультика «Король лев». Парень стал для львёнка практически приёмным отцом и с нежностью заботился о маленьком зверьке, который при встрече всегда с радостью обнимал своего наставника. Адольфа кормил питомца, играл с ним и следил за состоянием его здоровья. Однако шли недели. Киара начала постепенно превращаться во взрослую львицу, а условия содержания в питомнике были совершенно не предназначены для жизни крупных хищников. Адольфа видел, как у львицы начали проявляться охотничьи инстинкты, и она не раз грозно подкрадывалась к другим обитателям питомника. Киара начала представлять всё большую опасность для остальных животных и сотрудников парка, поэтому с хищницей нужно было что-то срочное решать. Единственной, кого львица продолжала всё так же любить и нежно обнимать, был Адольфа. А парень уломал голову, что же делать дальше со своим большим питомцем. Животное невозможно было вернуть в дикую природу, так как она просто не выжила бы там, не смогла бы самостоятельно добывать пропитание, и ни один прайд львов не принял бы чужачку к себе. Наконец, юноша нашёл подходящий вариант. Это был заповедник для крупных диких животных в Мексике, где львицу поселили бы рядом с другими хищниками. Вот только был один существенный минус. Киаре придётся жить за многие километры от своего наставника, из-за этого он не сможет навещать питомца, и вскоре связь между ними окончательно оборвётся. Однако у Адольфа не было другого выбора. Вскоре Киара оказалась в своём новом доме. Поначалу животное было очень грустным и опустошённым, но постепенно она обрела там новую семью и вновь стала прежней. Казалось, львица навсегда забыла о своём приёмном отце. При этом у Адольфа в сердце навсегда остались тёплые воспоминания о Киаре, которую он растил с раннего детства. Парень очень хотел навестить свою подопечную, но ему мешали многие обстоятельства. Первые месяцы нельзя было встречаться с Киарой, так как это лишь ухудшило бы её и без того печальное состояние. Помимо этого, Адольфу нужно было ухаживать за другими дикими животными и работать, чтобы финансово обеспечивать себя и свою семью. Тем не менее, парень никогда не оставлял надежды вновь встретить своего большого лохматого друга. Через семь долгих лет у Адольфа наконец появились деньги и время, чтобы отправиться в Мексику. Парень беспокоился только об одном – узнает ли его Киара через такой большой промежуток времени и позволит ли хотя бы приблизиться к себе. Адольфа добрался до ограждения и направился к львице, сильно переживая о том, что произойдёт в ближайшие минуты. Сотрудники заповедника позволили опытному тренеру зайти в вольер к хищнице, при этом предупредив, что он делает это на свой страх и риск. Это было очень опасно, ведь если большая хищница не вспомнила бы своего бывшего наставника, то их встреча после долгой разлуки могла закончиться очень печально. Киара давно уже находилась рядом с другими львами и всё это время жила по их законам. Наконец Адольфа открыл ворота и вошёл внутрь. А Киара в этот момент казалась очень нетерпеливой и ходила туда-сюда по своему вольеру. Когда парень позвал животное по имени, она ожесточённо начала царапать дверцу вольера. Огромная львица бросилась на человека и с лёгкостью повалила его на землю. Окружающие застыли от ужаса. Не понимая того, что Киара просто была очень рада видеть своего наставника и не могла сдержать эмоции от нахлынувших чувств. Львица, как и раньше, с нежностью обняла человека. В этот момент грозный хищник вновь превратился в маленького, пушистого котёнка, который был безумно рад встретить своего приёмного отца. Сотрудники заповедника были просто поражены и не могли поверить в то, что происходило у них перед глазами. Киара всё никак не хотела отпускать своего друга, крепко ухватившись за него своими мощными лапами. Это было довольно опасно, с учётом острых когтей хищницы и её приличного веса в 100 килограмм. Однако Адольфа ничуть не беспокоился и с удовольствием отвечал животному взаимностью. Прошло долгих семь лет, а Киара ничуть не забыла своего спасителя и друга, показав нам, что даже самые большие хищники могут стать преданными и верными друзьями неравнодушных и добрых людей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok